Музыка Мы сохраняем корма. А если 600 тонн разделить на 1,5 корма в единице, то получаются достаточно большие объемы мяса. И отсюда экономика очень хорошая. Мощности мы должны были увеличить, потому что мы производили только 30 тысяч тонн кобикорма в год. А требовалось 120 тысяч. И поэтому мы пошли на увеличение мощностей. Это первое. И второе. Должно быть соответствующее качество. Высокое качество производимых кобикормов. Потому что Агрокимнат Дзержинский по своим производственным показателям работает на уровне лучших европейских предприятий. Было 8 компаний претендентов на поставку оборудования. Из 8 компаний техническая комиссия, проанализировав каждую, отобрала только 3 компании, которые подходили по нашим требованиям. И вот уже из 3 компаний в дальнейшем победителем вышел Ван Арсен. Мы выбрали фирму Ван Арсен. С одной стороны, по всем технологическим параметрам нам это оборудование подходило. Это первое. И во-вторых, у нас уже длительное время работал цех по производству премиксов именно этой фирмы Ван Арсен. Это оборудование работало прекрасно. У нас никогда никаких поломок не было. Никогда никаких сбоев в работе не было этого оборудования. И мы знали, что оборудование фирмы Ван Арсен, оно надежно. Нас устраивает это оборудование потому, что все-таки есть там пропарывание комбикорма. И вся эта микрофлора, она по сути дела, мы ее уничтожаем. То есть корм идет стерильным. А для птицы, особенно молодого возраста, это очень важно. Во-вторых, есть такая технология напыления жира. Это дало возможность нам значительно сократить отходы комбикормом промышленности. Если на старом оборудовании, которое у нас стояло раньше, значит мелкая фракция составляла примерно 10-11%, то уже на этом оборудовании у нас отходы составляют 3-4%. Я считаю, что линия по производству комбикормов компании Ван Арсен, она отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Из плюсов хочу отметить то, что линия имеет полностью автоматизированную систему управления, что позволяет исключить, свести, скажем, к минимуму человеческий фактор и этим самым добиться высокого качества обускаемой продукции. Мы, конечно, рекомендовали. Если бы сегодня пришлось бы нам опять проводить тендер и закупать новое оборудование, мы, конечно, выбрать бы оборудование этой фирмы. Редактор субтитров А.Семкин